Но есть и другая часть экономической мысли, которая занята апологетикой чьих-то интересов. В нашем случае, помните, в Советском Союзе была такая наука политическая экономия. Были люди со степенями, профессора, но эта наука была оторвана от реальности, это была часть идеологии. Поскольку наше общество было атеистичным, то нужна была какая-то религия. Научный коммунизм с ее тремя составными частями выполнял роль такой квазирелигии, наукообразной, где людям внушалось, что все, что в нашей стране происходит, все прекрасно, лучше быть не может. И мы самые передовые на планете. То же самое делают западные апологеты от экономической мысли. Та же самая теория рыночного равновесия, которую вы читаете в учебниках вузов везде, в разных интерпретациях. Монетаризм, как составляющая либертарианской идеологии, которая отрицает позитивную роль государства, это же утопия тоже. Это так же оторвано от реальности, как советская марксистская политэкономия. Но эта утопия обслуживает определенные интересы. И людям внушается, что это устройство экономическое, оно самое лучшее. Потому что, как говорят теоремы в экономико-математических моделях, что если рынку не мешать, то автоматически, благодаря конкуренции, образуется рыночное равновесие, где обеспечивается самое эффективное использование ресурсов. И любое вмешательство государства отклоняет экономику от этого равновесия, и ресурсы используются хуже. Это абсолютно нелепая, с точки зрения даже здравого смысла, абстракция, фигурирует как основа современного понимания экономического устройства. Но в реальности все совсем по-другому. Во-первых, в экономике никогда нет равновесия, просто не бывает. Во-вторых, главным фактором экономического развития является научно-технический прогресс, который просто отсутствует в этой псевдонаучной доктрине. В-третьих, экономические агенты больше всего боятся свободной конкуренции. Поэтому любой рынок в конечном счете ведет к монополии, а потом к коллегополию, а потом к монополии, если государство не вмешивается. Понимание дефектов рынка очень важно. Но это понимание требует вмешательства государства, определения роли государства, определения функций сочетания рыночных механизмов и государственного планирования, государственного контроля. И вот эта оптимизация государства и рынка, то, к чему мы, кстати, в Академии наук СССР стремились, разрабатывая теорию оптимального функционирования экономики. И у нас была достаточно продвинутая концепция конвергенции двух систем, сочетания планирования и рыночной самоорганизации, сочетания государственного контроля за финансовыми потоками, за командными высотами и частного предпринимательства, так сказать, в широких сферах. Все это было реализовано в наших глазах в Китае. Понимаете, в Китае, пока мы мучились в шоковой терапии, китайцы совершили экономическое чудо, используя именно эти подходы. И многие наши академики, которые были отвергнуты здесь, они из Китая просто не вылазили. Китайцы их слушали и принимали правильное решение. Мне кажется, хороший, такой честный и доброжелательный разговор. Если бы все наши журналисты и средства массовой информации интересовались бы тем, что происходит на самом деле в реальности, и какие у нас есть возможности, какие сценарии, то, наверное, мы бы развивались успешнее, быстрее и лучше для всех наших граждан.